Глава 4. Прихоти судьбы Сыновья Владимира Накануне своей смерти в 1015 году Владимир столкнулся с острой проблемой управления завоеванными землями. Его собственных военных сил было достаточно для того, чтобы одерживать отдельные победы, но их явно не хватало для того, чтобы держать в покорности все земли киевской державы. Новгород, Полоцк, Червленая Русь, даже Северо-Восточная Русь все время пытались отложиться от Киева. Посылать всякий раз на их усмирение воевод было способом рискованным и ненадежным. Воевод мог оказаться претендентом на местный княжеский стол и отколоться вместе с теми подданными, которые ему сочувствовали. Поэтому при Владимире создалась, а позже при Ярославе окрепла, система раздачи уделов ближайшим родственникам, как правило, сыновьям. У великого киевского князя Владимира было 12 сыновей. Мы отметим лишь тех, которые приняли участие в последующих событиях. Сын Владимира Ирагнеды Ярослав княжил в Новгороде, его брат Мстислав в Тьму-Таракане. Естественно, что первый зависел от новгородцев, а второй от Тьму-Тараканцев. Любимыми детьми Владимира были его сыновья от болгарки Борис и маленький Глеб. Своего старшего сына и законного наследника Святополка Владимир ненавидел. Святополка звали сыном двух отцов, ибо Владимир захватил в плен и взял в жены его мать гречанку, бывшую беременной, а тым же убитого князя Ярополка. Святополка активно налаживал контакты и с печенегами, и с поляками. Пожалуй, это был первый русский западник. В качестве духовного отца Святополка избрал епископа Колобережского, немца Рейнберна, что очень скверно кончилось для обоих. Владимир посадил и немца, и княжеча в темницу, из которой епископ уже не вышел. В настроениях киевлян не было единства. Среди жителей города были сторонники и Святополка, и Ярослава, и Мстислава. Причем горячие сторонники одного княжеча были злейшими врагами остальных. Когда Владимир умер, его любимый сын Борис, отправленный отцом против печенегов, был брошен своими соратниками. Дружина оставила его и ушла в Киев. Борис с немногими друзьями оказался беспомощен и беззащитен. В это же время, по смерти князя, толпа освободила из заточения Святополка и провозгласила его великим князем. Что касается Новгорода, то незадолго до смерти Владимир собирал войска для усмирения новгородцев и своего сына Ярослава. Итак, мы видим полный развал державы, который мог кончиться только войной. И война началась. Надо сказать, что Новгород был городом богатым, а новгородцы людьми достаточно воинственными. Однако Ярослав, не доверяя им, пригласил наемников в варяжскую дружину. Варяги задирали новгородцев и приставали к женщинам. В завязавшейся однажды драке новгородцы убили нескольких скандинавов. Боя с княжеского гнева, горожане послали к Ярославу в детинец парламентеров и предложили виру, выкуп за убитых, но князь приказал варягам убить послов. В ответ город восстал. И в этот момент по Волхову со стороны озера Ильмень прибыл гонец из Киева с вестью о том, что Владимир умер, и власть захватил святополком. Новый князь убил беззащитного Бориса, умертвил мальчика Глеба. Посланные святополком люди настигли и убили Святослава Древлянского, сына Владимира Чехини, который пытался бежать на родину матери. Ярослав понял, что и его судьба предрешена. Потеряв отца и братьев, князь оказался под угрозой смерти от рук святополчьих убийц. К тому же он находился в острейшей ситуации, поссорившись с новгородцами. Ярослав решил бежать в Швецию. И тут обнаружилось, что новгородцы не только воинственны, но практичны и решительны. Они вновь отправили к князю послов, и те сказали, «Князь, мертвых нам не кресите, не воскресите, пойдем добывать стола киевского». Новгородцы в данном случае проявили не столько благородство, сколько расчетливость. Ведь Новгороду приходилось ежегодно отправлять в Киев большую подать. Поэтому естественным было стремление новгородцев хотя бы сократить этот обременительный налог. Новгородское войско во главе с Ярославом стало спускаться под Днепрух-Киев. Святополк выступил навстречу с дружиной киевлян и вспомогательными отрядами печенегов. Когда противники встретились у городка Любич, 1016 год, была поздняя осень. Полное отсутствие военных способностей у Святополка выразилось в том, что он поставил отряды киевлян и печенегов по разные стороны от уже замерзавшего озера. Ярослав отковал именно киевскую дружину и опрокинул ее. Печенеги, отделенные от киевлян ледяной водой, попросту не смогли вступить в бой. Победа досталась Ярославу, а Святополк бежал в Польшу. Победители новгородцы вошли в Киев и по горе церкви, пишет летописец. Мы заключаем из этого, что идейная основа действий Ярослава, его программа, сводилась к восстановлению язычества. Но христианизация Киева была уже слишком сильной. Никто не хотел возвращения культа Перуна. От этого Ярослав чувствовал себя в столице крайне неуверенно. В 1018 году разногласия между партиями язычников и христиан обострились. Этим воспользовались польский король Болеслав Храбрый и беглец Святополк. Польское войско двинулось на Киев, чтобы, по утверждению поляков, освободить христиан от власти злых язычников. Болеслав и Ярослав встретились на буге. Войска врагов разделяла река. По обычаю тех времен поляки и русские кричали друг другу через реку оскорблений. И когда остряк-новгородец прокричал, что проткнет колом брюхо толстое Болеславу, польский король действительно мужчину упитанный, оскорбился несказанно. Самолюбивый поляк бросился на коне в воду. Вслед за своим королем польские рыцари форсировали реку и полностью разгромили новгородцев. Рать Ярослава бежала, разгоряченные польские всадники рубили спасавшихся бегством. Сам Ярослав с четырьмя спутниками ускакал в Киев. Но надежды на киевлян не было, а поляки и сторонники святополка подступали все ближе. Ярослав перебрался в Новгород и снова принялся строить ладьи для бегства в Швецию. И опять князя остановили новгородцы. Они порубили ладьи, пообещав собрать деньги и войско для нового похода. Тем временем поляки заняли Киев. На золотой стол киевский воссел святополк. Воины и иноземцы были размещены по домам киевлян и окрестным деревням. И немедленно начались конфликты с местным населением. Буквально за несколько ночей было вырезано множество поляков. Оказалось, что народ может сделать гораздо больше, чем князь и дружина. Сила народная была велика. Это прекрасно понял Болеслав и увел своих воинов в Польшу, оставив в Киеве святополк. Ярослав с новгородцами, а точнее новгородцы с Ярославом, вновь двинулись на Киев. Они столкнулись со святополком, который, мало рассчитывая на киевлян после истории с поляками, вновь призвал на помощь печенегов. Печенеги не помогли. И святополк, прозванный Окаянным, бежал на запад и вскоре умер, якобы от угрызений совести, за невинно убитых братьев Бориса и Глеба. Ярослав стал главой почти всей Руси, за исключением левобережья Днепра и далекой юго-восточной окраины Тьму-Таракань. В этих событиях наше внимание привлекают два обстоятельства. Во-первых, в настоящее время славяне, поляки и русские практически не понимают друг друга, особенно если говорят быстро. А тогда языки были настолько близки, что брань, перелетавшая через реку, была понятна обеим сторонам, и идея славянского единства уже была утрачена, но как след былой славянской общности VI-VIII веков, еще сохранялась языковая близость. Второе важное обстоятельство мы видим в том, что Киев решительно высказал свое негативное отношение к западничеству и тесным контактам с Западной Европой. Дело в том, что хотя и существовали этнические различия населения Новгорода и Полоцка, Ростова и Смоленска, Галича и Чернигова, но в целом Древняя Русь по отношению к другим таким же большим группам этносов, суперэтносам, была единой общностью. Такими группами были, к примеру, жители католической Западной Европы или населения мусульманских стран. В XI веке Польша сблизилась с католическим Западом. Граница двух различных культур пролегла по славянским народам. Сей факт важен для нас потому, что на протяжении всей дальнейшей истории в Древней Руси, а впоследствии и в России, постоянно шла борьба двух политических течений – западнического, проевропейского и почвеннического, выражавшегося в стремлении держаться своих традиций. Проявлениями такого стремления были и сопротивление киевлян оккупационным войскам Болеслава, и отрицательная реакция Киева на западничество святополка. Мудрость компромисса А что происходило в тьму таракани, где мы оставили шестилетнего Мстислава Владимировича? Как и всякий ребенок, он играл на морском берегу цветными камешками, встретил ровесников и подружился с ними. Друзьями детства и юности Мстислава были евреи, осевшие в тьму таракани после гибели хазарии и ставшие называться хазарами. Иудео-хазары крепко держали в своих руках всю торговлю в северо-восточном Причинноморье. Главным противником иудео-хазарской общины тьму таракани было черкесское племя косогов. В 1022 году военные силы тьму тараканского князя и вождя косогов Редеди встретились. Предводители дружин мудро решили избежать большого кровопролития и определить победителя в личном поединке. Мстислав, ставший к тому времени могучим воином, одолел Редедю и зарезал его на глазах косожской дружины. Он был милостив с побежденными, отпустил взятых в плен и выдал свою дочь за сына убитого им вождя косогов. Так у Мстислава установились хорошие контакты с черкессами. После совершенно мирным путем он поладил со степными осетинами и ясами. В результате дружина князя пополнилась косожскими и ясскими удальцами. Будучи правителем далекого от Киева южного города, Мстислав никогда не забывал, что он сын великого русского князя Владимира. Мстислав собрал степняков, ясов и косогов, призвал к себе племя северян, живших в северской земле к востоку от Чернигова, и в 1023 году, соединив эти силы с иудео-хазарским войском тьму-таракани, отправился искать золотого стола киевского. Момент был избран удобный. Ярослав находился на севере своей державы. Сначала ему пришлось отбивать нападение полоцкого князя, борячие слава на Новгород, а после усмирять движение волхвов, возобновивших языческие жертвоприношения людей. Летопись утверждает, что Мстислав подошел к Киеву, но киевляне наотрез отказались впустить в город тьму-тараканскую дружину. Еще была жива память о подвигах полководца Песаха и о Дане, собиравшейся с Руси иудео-хазарами. Войска Мстислава столкнулись с варягами, вернувшегося с севера Ярослава в битве при Листвене, 1024 год. Летописец рассказывает о грозе, бывшей в ночь битвы. Воины сражались при свете молнии. Варягам противостояло ополчение северян, союзников Мстислава. В решающий момент, когда обе страны уже были измучены боем, Мстислав бросил на варяжское войско свою конницу, состоявшую из ясов и косогов. Варяги смешались и бежали. Победа стала за тьму тараканским князем. Обходя утром поле сражения, Мстислав предельно откровенно выразил свои чувства. Его фраза попала в летопись. Кто тому не рад, как не радоваться. Вот лежит северянин, вот варяг, а дружина своя цела. Понятно, что союзные Мстиславу северяне, ясы и косоги были оскорблены. В результате князь-победитель остался с малой дружиной иудео-хазар и просил побежденного Ярослава о мире. Итак, в Киеве снова воссел Ярослав, а за Мстиславом остались далекие тьму таракань и северская земля Чернигов. Братья стали княжить на Руси в мире и согласии. Возникает вопрос, почему евреям удалось подчинить себе Хазарию, ее тюркскую династию ханов Ашина, и почему безуспешными оказались их попытки в отношении Руси и князей Рюриковичей. Нам известна набожность Мстислава. Очевидно, князь не мог иметь некрещенную жену, и таким образом его потомство не могло перейти в иудаизм. После заключения мира с братом Мстислав жил преимущественно в своих черниговских владениях. Скончался князь в 1036 году. Он не оставил наследника, и Ярослав принял власть над всей Русью. Единство державы было достигнуто на основе соглашения между Новгородом, самостоятельной славянской республикой, Киевом, с его влиятельной христианской общиной, и Черниговом, богатым городом с воинственным населением. Кроме того, к Киевской Руси уже был присоединен Мирянский город Ростов. Именно это соглашение, компромисс, основанный на признании отдельными областями Руси верховной власти великого киевского князя, принесло стране долгожданный покой. Это было самое великое достижение Ярослава, прозванного мудрым. В то время немалые перемены произошли не только в Западной Европе и Византии, но и в Великой Степи. Проникавшая с IX века в печенежские кочевья мусульманская пропаганда делала свое дело. Правда, ей противодействовала пропаганда христиан, но сторонники христианства потерпели поражение у печенегов, большинство которых высказалось за принятие ислама. В результате печенеги сделались злейшими врагами всех христианских стран. В 1036 году в отсутствии Ярослава они совершили набег на Киев. Подоспевший с варягами и новгородцами Ярослав, пополнив войско киевлянами, дал бой печенегам на месте нынешней Святой Софии. Битва была жестокая и упорная. Ярослав едва одоле к вечеру. Зато разгром печенегов был полный, и это племя больше не тревожило Русь. Остаток их бегает где-то и до сего дня, сообщил летописец. Византия в это время терпела тяжелые неудачи в борьбе с родственным печенегом народом, туркменами-сельджуками. И печенеги, и сельджуки принадлежали к одной ветви тюркских народов – Огузам. Сознание родства и единоверие двух племен сельджуки также исповедовали ислам, сделало их грозными противниками греков. Малайзийские области империи захватывали сельджуки, доходя порой до города Никеи и пролива Босфор, а на Балканском полуострове греков теснили печенеги. Со второй половины XI века полное завоевание туркменами-сельджуками всей Малой Азии стало реальной угрозой для Византийской империи. В тот же период на историческую сцену Восточной Европы вышли куманы. К середине XI века они захватили почти всю территорию современного Казахстана, пересекли нижние течения Волги и появились в южно-русских степях. Голубоглазых, светловолосых куманов на Руси стали называть половцами. От слова «полова», которое означает рубленную солому, имеющую матово-желтый цвет. У половцев был давний заклятый враг – печенеги. Степная вендетта, длившаяся века, в XI веке особенно ожесточилась из-за вероисповеданий. Как мы знаем, печенеги приняли ислам, половцы же сохраняли языческие верования своих предков. После смерти Ярослава Мудрого князь Всеволод пытался установить контакты с половцами, но безуспешно. Постоянные стычки русских и половцев завершились тем, что в сентябре 1068 года половцы двинулись в большой поход на русскую землю. Трое Ярославичи – Изяслав, Святослав и Всеволод – встретили кочевников на реке Альте. Кавалерийский бой оказался для русских неудачным. Как сказал поэт, «С рассветом на половцев князь Изяслав там выехал, грозен и злобен, свой меч двоеручный высоко подъяв, святому Георгию подобен, но к ночи руками за грибу держас, конем увлекаемый сбою, уж пополю мчался израненный князь, закинутый навзничь главою». Ярославичи потерпели поражение. Изяслав бежал в Киев, где киевляне потребовали у него оружия и коней, чтобы вновь сразиться с половцами, но князь не решился дать народу оружие. Западник Изяслав хорошо знал свою непопулярность, Киев возмутился, и великий князь, забрав сына Мстислава, бежал в Польшу. Его дальнейшие странствия сами по себе очень интересны, но сейчас для нас важны исход половецкого нашествия и события в Киеве. 1 ноября того же 1068 года черниговский князь Святослав Ярославич, имея всего три тысячи русских ратников, наголову разбил 12 тысяч половцев в битве на реке Снове. Оказалось, что половцы удачливы в коротких набегах и стычках конных отрядов, но борьба с русскими городами и русской пехотой им была не под силу, поэтому опасности для существования Руси половцы не представляли. По странной иронии судьбы, половцы оказались спасителями Византии, так как она, отеснимая печенегами и в Европе, и в Азии, призвала куманов-половцев на помощь. Ханы Боняк и Ширукан привели на балканский полуостров Конный Ратикуманов. К 1091 году с печенегами на Балканах было покончено. Прижатые половцами и византийцами к морю мыса Лебурн печенеги были частью уничтожены, частью захвачены в плен. Союзники по-разному распорядились судьбой пленников, греки своих перебили, а половцы присоединили к собственному войску. Из остатков печенегов сложился до ныне существующий народ гагаузы. Всеслав Полоцкий и Ярославич В годы полные войн с половцами и княжеских усобиц проявил себя Всеслав, князь Полоцкий, внук Изяслава Владимировича, сын Владимира Крестителя. Судьба и деятельность Всеслава Полоцкого необычайно интересны. Полоцк сохранил память о разгроме города Владимиром в 980 году, когда будущий великий князь убил князя Рогволда и его сыновей и надругался над дочерью Рогволда Рогнеды. По расправе с княжеской семьей можно представить, как вели себя новгородцы и наемные варяги в захваченном городе. Когда же на княжеском столе Полоцка оказался потомок Рогнеды Всеслав, полочане активно поддержали своего князя в войне с Псковом, а затем и с Новгородом. Всеслав захватил и ограбил в 1067 году Новгород, но вскоре был разбит Ярославичами в бою на реке Немиги. Полагаясь на крестное целование, князь встретился с победителями и был схвачен и посажен в Киеве в поруб, уходящий в землю сруб без окон и дверей, куда узник опускали сверху на веревках и таким же образом подавали ему пищу. Заключение в порубе считалось очень суровым. Но просидел Всеслав в порубе недолго. Как только выяснилось, что Изяслав, проиграв битву с половцами на Альте, отказывает киевлянам в оружии и конях, город, как мы уже знаем, восстал. Горожане разнесли поруб и провозгласили освобожденного Всеслава князем Киева, на что правнук Владимира имел, по их мнению, все права. Тем временем Изяслав с сыном Мстиславом получили поддержку польского короля. В 1069 году польское войско с Мстиславом Изяславичем во главе двинулось в Киев. Всеслав, не имевший большой дружины, даже не пытался бороться с регулярными войсками поляков. Он бросил Киев и бежал в родной Полоцк. В Киев вошел Мстислав, и учинил жестокую расправу с населением города. Казни и пытки вынудили киевлян обратиться к двум другим Ярославичам с просьбой о защите. Святослав и Всеволод потребовали от Мстислава прекратить кровопролитие в Киеве. Казни прекратились, а от польского войска киевляне избавились средством, испытанным еще при Святополке Окаянном, массовыми убийствами, размещенных на постой польских ратников. Поляки вернулись на родину, а в Киеве во княжился Изяслав. Но в 1073 году непопулярный князь был вновь изгнан киевлянами, выступившими на сей раз в союзе с братьями Изяслава, Святославом и Всеволодом. Изяслав опять бежал на запад. В Польше князя беглеца ограбили, и только заступничество папы вернуло ему княжеские драгоценности. Между тем, в Киеве воссел на престол второй сын Ярослава Мудрого князь Черниговский Святослав, которого полностью поддерживал третий Ярославич Всеволод. Святослав, человек умный и волевой, был прекрасным полководцем. При этом он стремился к контактам с обосновавшимися в южно-русских степях половцами и совсем не тяготел к западу. Его позицию можно назвать националистической. К сожалению, узкие националисты всегда рискуют остаться без поддержки со стороны. Так и Святославу не удалось ни установить настоящего мира с половцами, ни восстановить отношения с Византией. Тем временем внутри страны часть населения вернулась к язычеству. Славяне, как и их соседи тюрки и у графины, верили в существование упырей, то есть духов покойников и духов природы, лесных, водяных, а также домовых. Такие взгляды религии называть неправильно, это скорее природоведение, соответствовавшее уровню знаний того времени. Вместе взятые свои веры представляли собой какое-то подобие мировоззрения, но считать их настоящим религиозным культом нельзя, как нельзя отождествить домового с Богом-создателем. Интересно, что эти языческие верования прекрасно уживались и продолжают уживаться и с христианством, и с исламом, а в наше время и с научным атеизмом. Сначала это явление называли двоеверием, затем стали говорить о суеверии, но название не меняет суть. Вспышка языческого фанатизма отмечена летописью в 1071 году. В ростовской земле объявились волхвы, которые впору не урожая успешно находили виновных в голоде. Жертвами волхвов обычно становились женщины, очевидно, зажиточные крестьянки. Доставая у несчастных из-за спины зерно, волхвы убеждали волнующийся народ, что бабы прячут жито. Женщины погибали, а движение волхвов, фанатиков, изуверов, захватывало все новые области. На Белоозере воинствующие язычники столкнулись с Яном, воеводой Святослава. Ян, сын воеводы Вышаты, так неудачно ходившего на Царьград в 1043 году, был человек бесстрашный и на виду волхвов беспощадный. Разогнав с немногими воинами мятежную толпу, он заставил белозерцев выдать ему волхвов зачинщиков, летопись передает разговоры Яна и волхвов. Те упорствовали в своих верованиях и лишь после внушения горестно признались Яну. Так нам боги молвят, не быть нам живым от тебя. Ян, немедленно согласившись с ними, отдал волхвов убийц родным погибших. Повешенных на дереве волхвов ночью изгрыз медведь, зверь для язычников очень почтен. Некий волхв появился и в новгородской земле. Он объявил себя прорицателем, подбил людей на мятеж против церкви и обещал невиданное чудо. Белозерских язычников обуздал сын Святослава, князь Глеб. Укрыв под плащом топор, он обратился к кудеснику с вопросом, знает ли тот будущее, знаю все был ответ. Князь спросил, знаешь ли, что будет с тобою сегодня? Чудеса великие сотворю, пророчествовал волхв. Глеб вынул топор и изрубил волхва, доказав тем самым, что пророком тот был никудышный. Люди разошлись, сообщает летописец. Так энергичными действиями властью было подавлено возрождение язычества на севере Руси. В декабре 1076 года князь Святослав умер. Это внезапная от желвака смерть князя, которому еще не было 50 лет, нарушила сложившееся на Руси равновесие. Олег Святославич По ряду закону Ярослава Мудрого после смерти великого князя наследником становился не сын его, а следующий по старшинству рождения брата. Если прекращалось поколение братьев, престол наследовал сын старшего брата, после его смерти сын следующего брата и так далее. Когда умер Святослав Ярославич, оставивший пятерых сыновей, возник вопрос считать его законным великим князем киевским или узурпатором, захватившим киевский стол при жизни старшего брата Изяслава. От решения этого вопроса зависели и судьбы сыновей Святослава, потому что в Древней Руси существовал очень жестокий обычай. Людей, в чем-либо провинившихся, изгоняли из жизни, то есть лишали их права заниматься кормившим их семью делом. Существовало три категории таких людей. Попов сын, что грамоте не выучился, купец задолжавший и смерть крестьянин от верви общины отклонившись. В какой-то степени это было справедливо. Попов сын мог наследовать приход отца, но для посвящения в сан нужно было знать грамоту и уметь служить литургию. Если из-за лени попович грамоту не разумел, его из прихода изгоняли. Сам виноват, скажем мы, надо было учиться. Виновным считался и не отдавший долг купец, взял в долг верни. Был ли ограблен караван, потопило ли буря ладьи с товаром, или купец попросту промотал чужие деньги, все это считалось вопросом также смерда отколовшегося от своей верви, где его знали родственники и соседи, не принимали жить и работать другие общины, не интересуясь причинами изгнания. Но была на Руси четвертая категория изгоев, не как в своей беде неповинных, а четвертый изгой аще, если князь осиротеет. В соответствии с этим принципом князь осиротевший раньше, чем его отец смог занять великий стол, навечно лишался всех прав владения наследством предков. Следовательно, для сыновей Святослава в сложившейся ситуации выбор был очень жесток. Они либо получали право занять в свою очередь великое киевское княжение, либо превращались в князей изгоев. Таким изгоем после смерти своего отца Вячеслава стал внук Ярослава Мудрого Борис, сидевший при жизни отца в Смоленске. То же случилось с Давыдом Игоревичем, сыном самого младшего сына Ярослава Мудрого Игоря, также не дожившего до своей очереди занять киевский стол. Естественно, что князья изгои стремились закрепиться на каком-то из русских столов. Единственным возможным местом была далекая Тьму-Таракань. Там и началась непрерывная борьба между изгоями, которых приглашали Тьму-Тараканские иудео-хазары и святославичами, потерявшими отцовский Чернигов и использовавшими контакты с ясами, косогами и половцами. Святославичи стремились вернуть Черниговский стол отца, на котором закрепились сначала Всеволод, а затем его сын Владимир Мономах. И вот в 1078 году Олег и Роман Святославичи вместе с Борисом Вячеславичем двинулись на Русь из тьму Таракани, чтобы мечом добыть свои удельные города. Против них выступили старшие князья Изяслав и Всеволод. В страшной битве на Нежатиной Ниве около Чернигова погиб князь Изяслав, старик, проживший жизнь полную взлетов и падений. Погиб и бросившийся в сечу за удел отца юноша Борис Вячеславич. Победу одержали старшие князья. Великим князем стал Всеволод, торжественно отпевший брата Изяслава. Таким образом, Святослава на великом столе сменил Всеволод. Судьба уцелевших Святославичей была печальной. Роман Святославич в 1079 году был убит в половецких кочевьях, а Олег, добравшийся до тьму Таракани, был схвачен хазарами. Судьба Олега поражает нас своей исключительностью. Хазары передали Олега грекам. Князь жил в Константинополе, очевидно, как почетный пленник, бездеятельная жизнь. К тому же, лишенная какой-либо перспективы, не могла не тяготить молодого, энергичного Олега. И тут ему повезло. Все изменило происшествие в императорском дворце, когда русские наемники, крепко напившись вина, решили произвести переворот и напали на императорскую спальню. Эта пьяная попытка успеха не имела. Греческие воины отбили нападение и загнали наемников в одно из дворцовых помещений. Проспавшись, буяны стали просить прощения и были прощены. Разумеется, их отправили из столицы в пограничные войска, где больше воевали с сельджуками, чем употребляли хмельные напитки. Русская гвардия при дворе Базилевса была ликвидирована и заменена воинами из англосаксов. Как известно, в 1066 году герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель разбил короля Англии Харальда. В битве при Гастингсе Харальд погиб. Англия была захвачена норманами, а англосаксы подверглись столь жестокому угнетению завоевателей, что стали покидать родину, охотно нанимаясь на военную службу в Византии. После нелепого бунта пьяных варягов Олега Святославича, как русского, перевели на остров Родос. Там он женился на греческой патрицанке Феофании Музалон и через два года получил разрешение вернуться в тьму Таракань, где укрепились поддержанные хазарами изгои Давыд Игоревич и Володарь. В 1083 году к причалу тьму Таракани подошла византийская галера с архонтом Русии, греческий сан русского князя Олегом и его молодой женой. Олег сошел на берег и в тьму Таракани учинила срезня. Были истреблены иудео-хазары давние враги Олега и изграны князья Давыд и Володарь. Ясно, что собственными силами Олег не смог бы расправиться с еврейской общиной тьму Таракани. Кто мог поддержать нового князя и произвести эту жестокую экзекуцию? Очевидно лишь коренные жители Ясы и Косоги и возможно Половцы. Некоторое время Олег держался в тьму Таракани, сохраняя отношения с Византией, а в 1094 году, отдав город Василевсу Алексею Камнину, ушел с дружины на Русь. Он взял союзники Половцев, выгнал из Чернигово своего двоюродного брата Владимира Всеволча Мономаха Ива княжился в городе своего отца.